Большинство автомобильных аварий, в которых пострадали или погибли люди, вызывают большой общественный резонанс. Но часто известна только предварительная версия произошедшего. О ходе и итогах расследования ДТП с тяжкими последствиями редко кто сообщает. Об одном из них расскажет Виталий Абрамов. Ночь на 22 августа этого года оборвалась жизнь сразу двух молодых людей – Василия и Кристина. Виновь всему – пьяный лихач, выехавший на встречку. Остальные участники аварии, в том числе и виновник, отделались ушибами. Заключение врача-нарколога показало, что алкоголь в крови водителя Мерседеса превышен 8 раз. В тот же день он был задержан и заключен под стражу. С того трагического дня для семьи Федоровых прошло уже почти три месяца. Он был очень добрым, неконфликтным мальчиком, единственный сын. Всегда интересовался техникой, автомобилями и вод. Сразу же было возбуждено уголовное дело. Опрошены свидетели и назначен ряд экспертиз, в том числе и автотехническая, при которой выясняют, с какой скоростью двигались автомобили, техническое состояние и вплоть до погодных условий, которые были в тот день. Автотехническая экспертиза проводится в срок, в двухмесячный срок. То есть это зависит от того, как следователь, как он быстро и грамотно соберет все исходные данные. В настоящий момент экспертиза до сих пор идет. И тайна следствия не дает нам раскрыть всех деталей происшествия. Но уже известно, что подозреваемый признает свою вину. Да, действительно, раскаивается, осознает. Был, говорит, в шоковом состоянии, поэтому сразу как бы этот, ну, растерялся, растерялся. Однако пострадавшая сторона не верит этим словам. И особенно их возмущает то, что подозреваемый пытается дать им денег. Ну как можно какой-либо суммой оценить жизнь моего ребенка? Хотя некоторые пострадавшие, я их совершенно не понимаю, согласны получить откуп. На днях прошло судебное заседание, где решался вопрос о подправке виновника под домашний арест. Но суд не нашел веских причин, чтобы выпустить его. И продлил меру пресечения еще на месяц. По предъявленным обвинениям, подозреваемому грозит от 4 до 9 лет лишения свободы. Слишком мягкое наказание. Поэтому вот хотелось бы, чтобы за аналогичное преступление наказание было более справедливым. Мы продолжим следить за ходом данного дела и сообщим об итогах. А тем временем, подобных дел у следователей десятки. Только с начала года на дорогах республики выявлено более 7 тысяч выпивших водителей. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Целое население небольшого городка потенциальных убийц. Виталий Абрамов, Василий Соловьев и Гаврил Дьячков. НВК Саха. Якутск.